Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас в Сочи проходит встреча трёх лидеров Владимира Путина, Лиха Малиева, Николы Пашиняна. И вот как раз последняя информация, что в Сочи уже началась встреча трёх лидеров. Ну и вот сейчас Калашников такой есть. У них, как сказать, он тут серьёзный политик, председатель Госкомитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с отчечественниками Леонид Калашников. Он заявил, что или будет Зангизурский коридор, или будет война. Вопрос разблокировки транспортных путей в регионе, в том числе предоставления Зангизурского коридора, конечно, решится, заявил Леонид Калашников. Только Россия и Азербайджан и Армения могут решить любой самый сложный вопрос. При этом придётся пойти на определённые издержки и компромиссы. Другого пути у соседей нет. Другой путь – это война. Ну вот он пишет, что только Россия, Азербайджан и Армения втроём в Сочи могут решить. А что будет встреча 15 декабря, это будет в Евросоюзе, то ничего там не решится. Или они решат сейчас эту проблему, или начнётся война. Ну и вот в Армении такой политик, как сказать он, первый премьер-министр Армении заявил, эта власть чуждая Армении, типа армянскому народу. Она не может сделать ничего полезного для Армении. А аппетит Азербайджана и Турции постоянно растёт. А не видишь, что перед ними руководители государства, ну Пашинян, лишённые воли и силы, поэтому постоянно будут продолжать атаку, подчеркнул Манукян. По его словам, нынешняя ситуация в Южном Кавказе, у наших границ нестабильная. Рано или поздно это приведёт к войне. Постоянно говоря о мире, Никол Пашинян ведёт Армению к разрушительной войне, заключил оппозиционер. Ну всё правильно, сейчас или подпишут договор, или начнётся война. Баку и Москва принудят Ереван исполнять взятые на себя обязательства. Это так. По мнению бывшего министра иностранных дел Азербайджана, Пашиняна не удастся продолжать увиливать. Как раз про эту встречу идёт разговор, что ему придётся подписать. Его принудят просто, принудят, чтобы он подписал сегодня эти документы. Исполнение пунктов трёхстороннего заявления 10 ноября прошлого года может стать основной темой сегодняшней встречи лидеров Азербайджана, России, Армении и Сочи. Азербайджан и Россия требуют исполнения тех обязательств, которые взяла на себя Армения в рамках соглашения 10 ноября. Исполнение этих параметров – это обязательство, которое взял на себя Пашинян. Так. Подписание какого-либо нового соглашения или договорённости сегодня будет означать предотворение жизни тех самых обстоятельств. Ну и вот, он пишет, что Пашинян попросит как бы ещё времени для их реализации. Если он подпишет, говорит, он сразу всё это не быстро, типа медленно, оно будет тянуть время, как всегда, резину. Но по-любому он должен подписать. Вот. Всё правильно здесь. Они его принудят силой. Вот такие новости. Ну и последняя новость – это закрытая единственная дорога, связывающая Армению с Россией. Так что армяне скоро и в Россию уже не выйдут. Придётся. Всё заблокировано. Так. Движение большегрузного транспорта приостановлено по военно-грузинской дороге. Как передаёт ДСЗ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии. В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 25 ноября запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке военно-грузинской дороги Ладикавказ, населённый пункт Ларс в направлении на въезд из России, говорится в сообщении. Военно-грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузией, но и Арменией. Так что армянам вот ещё новость. Скоро и в Россию не дадут им выехать. Товары возят, фуры эти. Всё, сейчас закрыта дорога. Так что и с Ираном там скоро намечается. Дороги все перекрыли им уже. И в Россию перекроют. В общем, будет кризис. И гуманитарный. И, в общем, не сладко будет армянам в ближайшее время. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.